Митинги и пикеты в поддержку протестующих в Хабаровске уже начались во многих городах. Чтобы не ошибиться, я лучше зачитаю. Конкретно они уже прошли в Москве, Перми, Омске, Красноярске, Иркутске, Чите, Комсомольске-Наамуре, Владивостоке. Не буду голословным, давайте посмотрим об этом сюжет. Всем привет! 25 июля 2020 года в городе Хабаровск состоялась многотысячная акция протеста. Звучат политические требования. Путина в отставку! Москва, Московская область. Никто не организовывал, никто никого не приглашал. Перм, Пермский край. Омск, Омская область. Янский, Кургал! Янский, Кургал! Красноярск. Красноярский край. Иркутск. Иркутская область. Чита. Забайкальский край. Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. Владивосток. Приморский край. Россия, выходи! Россия, выходи! Россия, выходи! Россия, без Путина! Россия, без Путина! Россия, без Путина! Здесь хочешь, не хочешь, но возникает вопрос. Может ли быть, это только начало? Будет ли так, что протесты скоро захлестнут всю нашу страну? Или, как говорится, пошумит народ и успокоится? Если кого-то интересует мое мнение, то скажу, то, что протесты будут нарастать, вернее того, что протесты будут нарастать, не только следует ждать, а это закономерно. Почему? Ответ прост. Социальная активность народа подчиняется законам синусоиды. Все мы, люди старшего поколения, очень хорошо помним, какая немыслимая социальная активность была при Горбачеве и при раннем Ельцине. Затем она пошла на спад. И, наконец, при раннем Путине мы уже имели полный застой. Что, собственно, и дало Путину возможность просидеть в своем кресле 20 лет. Ситуация при нем была очень похожа на Брежневскую, тем более, что она тоже сопровождалась высокими ценами на нефть и, соответственно, большим количеством нефтедолларов, поступающих в нашу страну. Но то, что период застоя уже закончился, ясно. Равно, как и ясно, что социальная активность народа будет нарастать. Главную причину я уже назвал закон синусоиды, но она и не единственная. Кто знаком с учением Владимира Ильича Ленина о революционной ситуации, а его, на мой взгляд, пора вспомнить, тот знает, что оно не только в формуле. Низы не могут жить по-прежнему, верхи не могут управлять по-прежнему. Здесь есть еще одна важная составляющая, я лучше эту формулировку тоже засчитаю. Значительное повышение активности масс, привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и самими верхами к самостоятельному историческому выступлению. Также Ленин добавлял к этому, нужно, чтобы нужда и лишение масс достигли критической черты. Достигли ли у нас сегодня нужда и лишение трудящихся масс критической черты? Мое мнение, да. Почему? Прежде всего потому, что закрылась масса предприятий. И очень много людей, а точнее, видимо, уже даже не миллионы, а десятки миллионов людей оказались на улице. И висят на шее родственников, в лучшем случае. Ну или, если повезло, стали самозанятыми. Но таких, кстати, меньшинствовало. И нужно также заметить, что у родственников-то в основной массе тоже, но очень смешная зарплата. И по-настоящему помогать обездоренным своим родным им очень и очень трудно. Это уже не говоря о том, что благодаря мудрой политике великого президента Путина предприятия продолжают закрываться. И людей на улице с каждым днем все больше и больше. И самое главное, никакого просвета не видно. Добавьте к этому пенсионную реформу. Добавьте к этому цены на ЖКХ. Добавьте к этому все нарастающие налоги и штрафы. Добавьте к этому санкции. Впрочем, список можно продолжать долго. Если кого интересует, что дальше, то мое мнение таково. Путин зря затеял обнуление. Оно ему не поможет. Более того, есть все основания считать, что он не досидит в своем кресле. Даже до 2024 года. Если понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.